Яс, почему ты считаешь, что тебе очень опасно возвращаться в РФ? Я прекрасно понимаю, что всё возможно. Блять, чёстный дурак нахуй или чё, подожди. Ээээ, просто буквально сегодня узнала, что Поперечный приезжал в Россию не так давно. А он также публично высказывается. Собирал всякие там стадионы, где вещал похожие вещи против... Братан, не. Не надо сравнивать Поперечного со мной, пожалуйста. Поперечный далеко не тот случай, что у меня. Понимаешь, Поперечный где-то что-то когда-то сказал и всё. А я каждый стрим что-то рассказываю здесь. И намного жёстче, чем он. Намного. Вот. А то, что он был в РФ, так я знаю. Чё? Я ж с ним общался. Я знаю, что он периодически приезжает, соответственно. Да, я знаю. Я в курсе. Но он особо-то и не высовывается. Он это делает максимально скрытно. Когда он приезжает в Россию, он никому об этом не говорит. Нигде не показывается особо, да? Вот. То есть он начинает это как-то раскрывать, когда уезжает оттуда. Вот. Поэтому как-то так. Так ты тоже не говори. Ну охуеть. Классно вообще. Не, я не хочу так рисковать. Спасибо. Мне такое не нужно. Плюс я не помню, что Поперечного крутили по телевизору, рассказывая, что он работает на СБУ и на спецслужбу Украины, короче. Так говоря, да. Как это было со мной, например, когда целую неделю, блядь, рассказывали, что у меня там методички, я всякие разные использую украинские, и, блядь, крутили меня по центральному телевидению. Реально, что всю неделю это было. Каждый ёбаный день. Было? Было. Я с ним общался, вроде как к нему домой не приходили. Ко мне три раза. Так что извини, конечно, реально. Разные случаи, абсолютно. Ты ещё её используешь? Да я её не использую. Чё мне её использовать? Поэтому, да. Рано или поздно он может допиздеться, и его МБ какую-то базу данных добавит, и когда он будет прилетать, там где-то придёт уведомление ИГГ. Всё может быть, естественно. Естественно, он не стримит каждый день по литоту. Ну вот. Вот так-то, блядь. Вот так-то. Ты просто не пробовал, надо попробовать. Да, конечно. Сейчас, блядь. Уже собираю вещи. Никогда в жизни. Только сами знаете, в каком случае я буду пробовать. Вы прекрасно знаете, да. Когда кое-кто или кое-что, блядь, просто и всё. Только в этом случае. Поэтому меня фейсбэшники. Давайте, гуляйте. Сидят, байт. Не надо меня тут байтить. Не надо. Байтить меня. Не надо. Да-да-да. На всё воля тромба, как говорится. Только у другого человека. Мы тебя не тронем. Да-да-да. Я верю, верю, ребята. Я не такой наивный, как какой-нибудь Милохин или ещё кто-то. Кто это самое там, ну, вы понимаете. Вон, недавно новость была. Какая-то гражданка Америки. Ну, она в том числе и гражданка России. Из Америки вернулась в Россию. К родителям в гости. Где она сейчас? В тюрьме. Почему? Потому что она 50 долларов якобы на ВСУ сдонатила. В этот фонд. Причём, не объяснили, фонд оказывается для мирных людей. За 10 рублей надо эти данные. Есть на поперечного не пизди. Шарю безумно. Он высказывался гораздо жёстче тебя. На него уголовка в куче городов РФ. Ещё дохуя где? По ТВ его показывали дохуя. Если ты не шаришь, не пизди про него. Так я и не пиздел. Говорит, что он, ну, не так жёстко говорит. Это, типа, пиздеть. По поводу уголовки. Как уголовка может быть в городах? Если на тебя завели уголовное дело, то у тебя уголовное дело по всей стране, блядь. Оно не может быть локальным в каком-то городе или районе. Чё за бред? Хуйню какую-то, если честно, задонатил. Я, может быть, и правда в чём-то не разбираюсь, но чё, блядь. Если у него уголовное дело, как он в Россию возвращался, уж тем более уезжал оттуда. Не, реально, я не совсем понимаю, типа, донатер. Мне кажется, ты какую-то чушь несёшь. Правда.